Привет, меня зовут Григорий, это игра Gold Rush The Game, золотая лихорадка, игра. И у нас обновление. Обновление до некого сезона 2, в котором вот что-то новое добавили, по-моему, какие-то машины дополнительные добавили нам. И надо сказать, что что-то странное я наблюдаю на экране. Смотрите, у нас сейчас в данный момент, я вижу, время идет вот в правом верхнем углу, да, S1, это, я понимаю, сезон 1, день 7, количество денег у меня столько-то, золото у меня аж 9 грамм, постоянно растет, это значит, мои работники работают, но, видите, уже не унции у нас. То есть, видимо, у меня стояла метрическая система, и они переставили на граммы, то есть граммов у меня теперь гораздо меньше, я так понимаю. Так, что-то опять залип. Вот это бы поправили, чтобы на всякие вот провода не залипать вот так вот, но это ладно. Что ж, подсказывайте вы мне интересные вещи периодически в комментариях, и вот одна из вещей это то, что нужен мне все-таки, наверное, промывочный стол. И еще одна интересная вещь это то, что, скорее всего, я копаю, почему у меня такие доходы-то незначительные, потому что я копаю, скорее всего, наверное, в том месте, где, ну, скажем так, мало золота, потому что самый край, то есть, действительно, начал я здесь с самого края, но, возможно, здесь у этого края его просто не так много. Ну что ж, давайте сделаем еще одну мойку, я думаю, сейчас я здесь раскопаю, так сказать, еще какое-то количество почвы, попробуем. Так, свет у меня включился, хоть, в принципе, и два часа дня, но свет пускай горит, мне не жалко. Лампочки вроде здесь не перегорают. Так, заводимся, завелись, я вот думаю, что еще изменили в игре такого интересного. Вот, и, может быть, давайте будем пробовать забирать грунт теперь чуть подальше, вернее, чуть поглубже, да, ну, может быть, в данном случае и чуть подальше будет. Так, тогда не буду я тут сейчас все эти крохи подбирать, не нужны нам эти кроки, давайте опускаться ниже, вот здесь, допустим. Так, а здесь что-то маловато, да, здесь что-то маловато у меня. Давайте еще ниже опустимся, вот, тут сразу хапанем, так, вот сюда. Ну, в таком вот духе сейчас... Так, стоп, а у меня, по-моему, не включена, да, промывочная установка. Включаем ее. Не забываем об этом. Так, где моя кабина там? Так, поехали. И вперед выгружаем тогда сюда уже на промывку. Так, сколько у нас там выпадает? 15 процентов. Интересно, действительно, какие-то вот параметры, параметры изменились. То есть, видимо, то ли их подкорректировали, то ли что-то вообще поменяли радикально. Ну, в любом случае, сейчас будем пытаться промыть. Пока, ой, совсем что-то мало у меня тут упало. Так, ну ладно, хорошо. Давай-ка вот этот вот ковшик сейчас проверим, сколько у нас там будет. Так, не так, чтобы видеть-то. Так, ну все равно где-то в районе 17-18 процентов загрузки. То есть, видимо, это тоже как-то скорректировали. Я же помню, в прошлый раз у меня там загружалось 60-70 процентов, по-моему. Да, вот видите, а, 20 процентов, 20 процентов у меня тут ссыпается. И, видимо, это какой-то такой относительный предел, наверное, да, для этого обновления. Потому что раньше, видимо, просто слишком много я... То есть, по умолчанию, может, не отрегулировано было что-то. Но ведь они, наверное, там что-то регулируют в игре периодически. Неудивительно. Ну, посмотрим. Попробуем мы, соответственно, и на этом как-нибудь продержаться, скажем так. На картохе, как говорится, продержимся. Так, отлично. Ну что ж, постепенно я сейчас буду нагружать тогда. Давайте мы пропустим этот скучный момент вступления. Я кое-какое сделал, такое логическое. Посмотрим, что будет у нас дальше. Итак, друзья, я наконец-то докопал... Докопал до полного ведра. Да, очень интересно было. Достаточно продолжительное время у меня ушло на то, чтобы, грубо говоря, это всё скопать. Наполнить ведро. Как будто... Блин, высыпал раньше времени. Забыл включить. Так, ну ничего, это не страшно, потому что здесь вроде ошибки в этом нет. Так, сейчас остановим вот эту фигню. Да, у нас тут наполняется ведро магнетитом и золотом. Так, отлично. Золото. Так, ну что же. Я думаю, стоит уже попробовать промыть всё это дело. Так, стой. Не падай. Ну, конечно, я тут ничего не разолью, но всё равно мне особо не нравится, когда тут падает всё это дело. Так, вернём это назад. Да, сюда. В общем-то, я думаю, нам надо будет в любом случае попробовать выкопать слой здесь почвы и спуститься пониже. То есть поглубже, в принципе. Я думаю, надо попробовать как-то это сделать. Так, данный момент я просто хочу сейчас попробовать промыть, наконец-то. Так, что у нас тут получается? Обязательно надо, может быть, я не знаю, с этой промывки, с другой промывки, надо обязательно купить стол будет промывочный. Потому что вроде как все советуют именно этим столиком пользоваться. Он вроде замечательный. И мне, конечно, он нужен. Потому что вроде как он сильно упрощает это дело. Так, сколько у нас? Ничего себе, друзья, это что-то новенькое. Что-то, смотрите, золото-то сколько. Прям куча россыпь. Так, ну ладно, давайте попробуем собрать. Ну теперь, видимо... Так, сразу 32 грамма стало. 10 грамм сразу там. Так, что-то прям, ну знаете, покрасивее прям так стало. Вот когда вот это россыпь я это увидел, прям как-то красивенько-красивенько так мне показалось. Сразу картинка вот эта. Так, ладно, сейчас попробую все это перетаскать. Слушайте, а это я случайно не этот... Не залеж какую-то открыл, потому что прям что-то удивительно. Смотрите, какое количество его тут. Уже 140 грамм у меня. Причем мои старатели, они не так уж много намыли. Так, давай-ка, друг. Собирайся. Что, 200 грамм? Это я так тут... Извините, 200 грамм, то есть... 800 грамм смогу, что ли, набрать. А, вот еще одна крупинка. Ну это совсем крупинка. Во! Это единственная крупинка, которая мне сейчас попалась. Можете представить? Так, ну вроде туда все, больше ничего нет. Удивительно. Что-то у меня такого улова давно не было. Так, ладно, давайте попробуем еще промыть. Глянем, что в этой... В этом лотке будет у нас. Так, ну у меня это даже как-то воодушевило, честно говоря. Потому что до этого у меня все промывки с покупкой экскаватора были, ну, не очень, я бы сказал. Совсем меня не радовали. Вот, давайте-ка попробуем здесь сейчас промоем. Да-а-а-а-а. Слушайте, вот это уже повеселее, действительно. Так, сейчас я аккуратненько солью. Так, аккуратно. Так, ладно, поехали. Слушайте, это, по-моему, небольшие самородки. То есть я все пинцетом работаю, смотрите. До этого я все время работал то пинцетом, то этим шприцем. Или как его назвать-то? Так, 250 грамм. Ну, честно говоря, я не знаю, как много я смогу собрать и сколько сейчас в данный момент стоит это все дело. Но попытаться отлить слиток стоит, наверное, из этого будет. Так, сейчас 6 часов вечера. Даже не знаю, успею я за столом съездить. Я так обрадовался такому лову. Мне кажется, вот просто даже по количеству слитков, которые я подбираю пинцетом, можно сказать, что у меня очень неплохой улов. Тем более, мне, кстати, надо еще топливо закупить, потому что что-то у меня совсем с топливом беда какая-то. Так, ну ладно, давайте здесь. Э, бадья, ты куда полезла-то? У тебя аж шланг... Так, елки-палки. У нее аж шланг отклеился. Ну ладно вам. Придуряться-то так. Все, отлично. А может быть, я на зале наткнулся? Вот, честно говоря, не знаю, потому что... А может быть, что-то какие-то изменения в этой игре произошли в качестве обновления, понятия не имею. Но, судя по всему, что-то здесь явно новенькое. У меня такого успеха еще не было. Первая удачная промывка. Так, что-то я очень высоко задрал тут. Во! Ну надо же, смотрите. Вот прямо сейчас и соберем. Обалдеть. Ну нет, конечно, 800 у меня не получится грамм, как я там прикинул. Но зато уже 400 грамм, то есть полкило практически. Может быть, даже удастся мне полкило набрать. Полкило это... Может быть, даже что-то. На стол-то мне должно хватить, тем более мне 11 тысяч. Но, правда, можно погасить и кредит будет в какой-то мере. Так, отлично. Так, ну вот, должно уже полкило сейчас быть. О, 520 грамм. Сейчас, ну-ка. 550-то будет? 556 уже. Ну что ж, очень здорово, очень здорово. Я сейчас еще раз, по-моему... Да, у меня еще есть одна партия. Ух ты, ух ты. Это действительно что-то новенькое для меня. Так, ну тут главное действительно правильно воспользоваться. Если это прям серьезный улов, действительно, а не, как сказать, просто что-то новое в обновлении, да? Ну здесь, ну бывает там, просто поменяли там, например, количество золотинок там или что-то. Ну то есть, несущественно, на экономике не сказывается. Это будет не очень радостно. Но если это действительно улов такой вот, что я как будто бы в этот раз набрал много золота, то, значит, можно поехать и приобрести стол, выплатить, может быть, кредит за приск. Ой, то есть, вернее, за экскаватор, который я брал. Ну и, может быть, даже выкупить сам приск. Но, не знаю, попробуем сейчас смотаться. Сколько у нас там времени там? Не знаю, успеем? Не успею до города доехать. Но попытаться можно. Хотя, с другой стороны, можно сразу покопать. Тоже как вариант. Тогда у меня еще будет точно больше. Слушайте, ну уже 600... 637. Слушайте, да это у меня почти там килограмм. Ну, без мелочи, конечно, но все равно, в любом случае, солидно. Так, здорово. Так, все это выкидываем. Плюс еще магнетиты. Залить можно магнетит, потом я залью. Так, ну что же, я думаю, что лучше я сейчас продолжу копать. Потому что где-то здесь явно... Где-то здесь какая-то залеж точно находится. Так, ну что, подлить еще топливо сюда. Пол бака осталось. Так, включаем, короче говоря, оборудование. И да, я, наверное, как минимум еще разочек покопаю. Может быть, мне удастся добрать до килограмма. Кстати, надо сказать, что у меня топливо заканчивается в экскаваторе. И вот здесь, кажется, действительно какой-то баланс изменен. Потому что до этого вроде как бы оно так сильно не заканчивалось. И сдается мне, что этими канистрами я сильно-то его не заправлю. Так, хорошо. Ну давай, залип. Так, понеслась. Придется залить, наверное. Ну, одну канистру оставлю для двигателей этих. Вот, но в экскаватор-то обязательно надо что-то заливать. Нужен заправщик мобильный. Ну, на это тоже деньги. Если будут, то мы все это, конечно, купим. Потому что данный момент сейчас, ну, практически не до этого. У меня тем более тут какая-то удача вроде как улыбнулась наконец-то. Которая способна меня воодушевить на, скажем, новые подвиги. Золото добычи. И надо этим, конечно, воспользоваться. Ну, я думаю, все получится. Так. В принципе, сюда это можно все покидать, чтобы не потерять. Дальше прииск, конечно, не уйдет. Никто ничего не возьмет у меня. Но, в любом случае, в любом случае, надо аккуратней. Да, ведер я набрал, но чувствую, не очень сильно они мне понадобятся. Ну что, тут у нас 48 уже. Действительно, придется заливать все же. Хотел я обойтись без этого, но нет. Генератор. Почему-то генератор, вот это вот электричество, очень много потребляет. Я не понимаю, почему так. Вот помпа, мото-помпа, она не так много жрет топлива. Я думал, что они примерно должны как-то одинаково. Ну что ж, продолжим тогда. Я думаю, что... Так, где-то здесь, наверное, это все дело находится. Так, вот управление иногда сбоит в моих руках. Я не на те кнопки жму, но, в принципе-то, в основном, чаще всего нормально. Ну вот, опять, видите, промахнулся. Есть вот такая фигня, что иногда... Так, стоп. Что иногда не то что-то нажимаешь. Ну ладно, давайте, это я не буду вас томить процессом копки. Вот, а уже посмотрим на результат. Потому что вот в этот раз результат меня лично немножко удивил. Не ожидал даже я такого. Что ж, я здесь немножечко покопал. Еще, правда, ведро до конца не заполнил. Но я хочу немножко переместить экскаватор. Так, сейчас мы выберем режим движения. Так, не туда. Наоборот, стою. Передом сейчас отъезжаю. Тут уже, конечно, я... Ну, покидал-покидал, но надо уже менять позицию. Потому что... Скажем так... Брать становится все тяжелее и тяжелее. Ладно, в общем, запарковались. Давайте теперь продолжим, наверное. Попробую я снять вот эту вот часть, наверное, верхнюю. Почему? Потому что хочу попробовать, может быть, подъеду потом сюда. Чуть пониже. Ну, посмотрим сейчас, что из этого получится, конечно. Так, начинаю снимать. Так, вот вопрос здесь только в том, смогу ли я дотянуться теперь до нашего, так сказать, нашей цели. А, вроде нормально, да. Все дотягивается. Отлично. Давайте попробуем поснимаем немножечко здесь. Так, не то. Да, закусывает, конечно, здесь вот достаточно сильно ковш. Но, в любом случае, вроде, справляемся потихоньку. У меня, кстати, еще такой вопрос возник. А можно ли, интересно, с помощью этого экскаватора переставлять с помощью тросов ту же самую вот эту промывочную станцию? Потому что, вроде как бы там можно разные предметы двигать, но вот как именно насчет этой промывочной станции? Так, очень плохо, очень плохо. Ну, вроде ковш я взял, да. Просто, когда вот так закусываешься, то есть шанс, что отползаешь чуть подальше. Ну, в принципе, стандартно закидывать. То есть я не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Да, вроде как выступ начинаю выкапывать. И, глядишь, получится опуститься пониже. Так, ну ладно, вроде все понятно, да. Так, показал. Нужно через какое-то время сейчас посмотреть на результат, может быть. Вот, и встретимся чуть позже тогда. Возможно, уже на промывке. Итак, у меня последний ковш. Сейчас мы 1% последний заполним. Да, все. И можно попробовать еще раз промыть. Честно говоря, я начинаю понимать, на самом деле, в чем фишка того, что... Что-то мы промываем нам дает много, что-то мало. Дело в том, что, скорее всего, на этом приске существует определенная структура почвы. Да, если мы посмотрим вот здесь, даже вот под экскаватором. Сейчас вот если мы видим такие пятна светлые, а здесь темные пошли. И вот, видимо, пока мы скрываем первый слой, там совсем мало золота. Вот, действительно, наверное, чем глубже мы уходим, тем больше. Ну и, кстати, вот так можно в двух словах пока описать, скажем так, теорию золота. Вообще, откуда оно берется там, ну, насколько я это понимаю. Все в двух словах достаточно просто. В процессе там тысяч лет, десятков и сотен тысяч лет реки в горных таких районах, да, вот где-то, где много вот каменной породы. В общем, они там формировались, формировались, намывалось с гор, откуда-то наносилось золото. Потом, значит, реки меняют периодически русло, как вы знаете, они там постоянно извиваются, как змеи. Там, если смотреть, достаточно на большом отрезке времени. Вот, и, соответственно, все это золото, поскольку оно тяжелое достаточно, тяжелее обычной почвы, оно в таких карманах, как бы, оседало. То есть, смысл в том, что золото ищут вообще по руслам древних рек. То есть, где они там раньше пролегали, допустим, вот где-то рядом река была. Вернее, где-то рядом здесь течет река, вот, и нужно, грубо говоря, найти там место, где была старица, то есть старые русла. И там, собственно, покопаться вот так вот с помощью экскаватора, например, и посмотреть, что там в этом старом русле. И вот обычно в этих старых руслах, ну, в принципе, и в действующих тоже, и как раз находятся эти карманы с золотом. То есть, такие места в изгибах особенно, да, куда там заносилось это золото, и оно тупо под собственным весом оседало ниже там обычной породы. Ну, это обычно, когда такой карман вскрывается, из него достается огромное количество золота. То есть, вот это вот, или там, ну, может быть, даже слитки, вернее, не слитки, а самородки. Слитки, это переплавленное золото, да, самородки, или, может быть, растянуты там вдоль русла, да, там, в виде песка, например, золотого. Вот, поэтому, конечно же, на поверхности трудно его найти, оно в основном на каком-то, на какой-то глубине обычно всегда бывает. Ну, в общем, смотрите, картина, в принципе, подобная тому, что было раньше. То есть, на первый взгляд, приличное количество у нас образцов золотых, и мы сейчас их всех быстренько соберем. Жалко, конечно, опции нет собрать все. Такой вот, так сказать, режим пытки здесь присутствует, как всегда. Ну, собственно, это примерно, наверное, сбор вот золота после экскаваторной добычи, наверное, равносилен копанию лопатой, которую мы вначале там проходили. Вот. Ну, у меня даже есть и соображение попробовать лопатой покидать в тот же самый стол вот этот вот промывочный, который может быть очень даже эффективен. И вместе с лопатой. Может, он с лопатой, конечно, еще более эффективен, потому что там, я не знаю, сколько у нас здесь теряется вот золота на этой крупной установке. Там же все-таки маты у нас используются в ручной промывке. Вот. Вполне возможно, что маты вообще лучше улавливают, чем вот эта вот машина. Она, причем, такая начальная, я так понимаю, толком из себя мало чего представляет. Возможно, она неплохая. И разница лишь в том, что в объемах, да, вот в объемах, в каких объемах мы, грубо говоря, добываем, а вовсе не в качестве сбора. Так, ну вот, вроде опять у меня тут приличное что-то вот идет. Кстати, интересно, как в игре в этой реализовано, что, например, мы копали-копали золотоносный хороший слой, а потом вдруг резко стали, допустим, копать, ну, грубо говоря, обедненную почву. Не знаю, как это сделано. Возможно, вот последнее ведро надо будет проверить, потому что я где-то вот поверхностный начал копать слой, и, возможно, там не будет такого урожая уже. Но мне даже это очень интересно, я думаю, вам тоже, что мы посмотрим обязательно это. Так, но здесь, в принципе, остается все как и раньше. Да, я вот вижу, что, смотрите, даже вот по стоимости... Хотя нет, вроде большой упал. Один большой тут мне точно упал. Не, ну вот в среднем пошли они как будто подешевше, камешки. Конечно, не камешки, не камешки, это железячки. Ну нет, смотрите. Глядишь, да килограмм это я в этом сборе, в этой промывке и доберу. Чему, кстати, несказанно рад, потому что, ну, я не против совсем килограммчик приобрести себе здесь. Так, сколько у нас? Да, еще две промывки. Так, отлично. Немножко косо стоит бадья, поэтому... Все время я подкручиваю лоток. Так, ну хорошо, давай, давай, давай. Конечно, в игре упрощенный, мне кажется, прием промывки, потому что даже вот я пытался как-то мыть там просто песок. Ну, берешь песок на речке и там какое-нибудь блюдо подходящее, да, там такое, типа тазика. Чем более плоский, тем лучше. Ну, по форме вот тарелки самые больше все подходят. Ну, как мы видим на экране, собственно. И вот самый такой вот золотоносный песок, когда, грубо говоря, где можно найти золотые крупинки, да, в принципе, золото-то везде, в каком-то, может, мизерном, но количестве встречается, там, даже в обычном песке. И, в общем, моется до черного шлиха, так называемого. То есть, вы берете, грубо говоря, зачерпываете песок с пляжа и начинаете мыть. Ну, может, это даже эксперимент летом поставить, кому не лень. Вот, взять просто зачерпываем в такой тазик песка обычного, там, целый таз. И начинаем его, грубо говоря, в воде, примерно вот такими же движениями, как я показываю, промывать, смывать и в воду. То есть, суть в том, что все легкое, оно смывается, все тяжелое оседает на самом дне. И когда доходишь до самого вот, уже ближе к финалу, там, получается, на дне такой черный шлифт, так называемый. То есть, такой черный песок. Остается один черный песок, несмотря на то, что мы зачерпывали обычный желтый, да, остается такой черный. А вот в этом черном как раз, он просто самый тяжелый. Так, что это у меня? Дневная сводка. Да, 78 гр... А, чего? А, работники 78 грамм. Я набрал желтый килограмм 123, это в сумме, да? В общем, сколько-то у меня забрали они, 300, да, 300 вон забрали у меня. Ну, понятно, в общем, вот так вот. Ладно, это реалии игровой жизни. Окей, и я не договорил. Вот остается на дне самый тяжелый такой черный шлифт, так называемый. Которым как раз можно различить крупинки золота. Ну, такие мелкие, что их даже пинцетом не взять. То есть, в этом плане, конечно, это... Даже если оно там есть, его можно причем спутать. Ну, там вообще совсем микроскопические такие, вот. Его можно даже спутать с какой-нибудь другой песчинкой, похожей на золото. Но главное, она такая мелкая, что ее даже взять ничем нельзя. То есть, там, поблескивает на солнце, допустим. Ее видно, там, что она поблескивает, там. Или что-то подобное. Причем, ну, я говорю, без увеличительного стекла нормального там тоже делать нечего. Практически ничего там не определишь уже. Но предполагается, что физически оно присутствует там. Вот. На любом практически пляже. Ну, если его даже вручную там выбрать нельзя, то промышленным способом никто, конечно, добывать не будет. Потому что оно вообще нерентабельно, ну, никак просто. Кстати, вот, можно оценить примерно после вот этого сводки за день, да, сколько у меня 330 грамм отпилили от моей добычи. Так что надо, конечно, прииск покупать. В аренду его нет особого смысла держать, потому что это, получается, крайне невыгодно у нас. Так, окей. Все, здесь с этим все завершили. Да, возвращаем сюда нашу бадью. То есть, в смысле, это наше ведро. Опять 50%. Ну, вот смотрите, вот что вот с этим генератором не так? Только его заправишь. Все, опять заправляй. После каждой промывки я заливаю в него топливо. Может, он забагованный какой-то? Потому что, ну, прям как-то даже, мне кажется, нереалистично он потребляет топливо по сравнению... Так, там тоже, оказывается. Я забыл долить. По сравнению с той же мотопомпой. Так, взяли. То ли у него бак там маленький, то ли непонятно вообще. Ладно, а мне остается здесь только, наверное, еще одну копку сделать, потому что, ну, конечно, хотелось бы мне довести до килограмма все же. Ну, и тем более у меня здесь топливо уже. Не знаю, сколько сейчас... Так, стоп. Опять забыл включить эту штуковину. Да, посмотрим, сколько у меня тут топлива. Нет, ты возвращайся. Возможно, до килограмма мне хватит добрать. Так, отлично. Ну... А! В принципе, должно хватить, да. Так что, в принципе, я, наверное, и продолжу. Опять, в принципе, в принципе, в принципе, устал немножечко я. Так, вот она, усталость сказывается. Короче, я хотел сказать то, что я килограмм-то, скорее всего, доберу. Да, ну, а мы тогда давайте встретимся чуть-чуть попозже, когда я закончу уже разработку и снятие, наверное, вот этого слоя, потому что я тоже ведь хотел немножечко углубиться здесь. Ну что ж, вот очередная партия у меня подошла. Она готова, так сказать. И давайте-ка... Давайте-ка посмотрим, что у нас там нового на этот раз. Так, отлично. Значит, мы отключаем это. Включаем вот это. Сразу от магнетита отделим. Так, сейчас должно быть уже где-то около 30% магнетита. В принципе, это очень даже неплохо, потому что дополнительные денежки нам не помешают. Так, да. Магнетитный сепаратор закончил свою работу. Наверное, этого нам хватит с вами для того, чтобы посмотреть все-таки на килограммчик золота. Сколько это будет там в цене. Так, сразу тут сейчас промоем. Да, вот так вот. Только я возьму побольше воды. Что-то там блестит. По чуть-чуть там, да, вроде выкатывается. Так, отлично, отлично. Сливаем. Так, поднесу побли... О, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что я делаю? Так, давай-ка сюда, да. О, вот так вот, хорошо. Так будет удобно собирать. Понеслась. Вроде даже так, неплохо. Тут надо прям это, не прицеливаться, когда водка появится, а стараться прям так тыкать в него. Вроде как бы, конечно, медленновато вот этот процесс. Можно было его, конечно, ускорить. Так. Ну, уже точно должен быть килограмм, а уж с этой полной промывкой мы там, наверное, наберем достаточное количество, мне кажется. Так, у меня проблем возникает топливо, вот. А также я все-таки бы, наверное, кредит бы отдал, в конце концов. Хотя, может быть, накопил бы столько денег, чтобы сразу выкупить прииск. Ну, это не знаю, мы там разберемся уже после реализации этой промывки. Так, глянем. Да, прям что-то шикарно даже как-то, по-моему, на мой взгляд, получается. Я, в сегодняшнем случае, такого точно не ожидал. Так, ну, давай-ка сюда, поближе. Так, давай еще. Все, все собираем. Ну, так, посмотрите-ка, уже за килограмм зашло. Так, килограмм сто. Слушайте, хороший этот прииск. Если я с какого-то маленького квадратика собрал килограмм, так это я тут сумею подняться, наверное. Так, вроде ничего тут нету, да? Плохо, что, конечно, этот не вытрясает вот хлам весь этот вот автоматом бы его выкидывало, когда убираешь лоток. Но нет. Такого нет, поэтому приходится самому. Так, давайте в темпе вальса это быстренько мы тоже очистим. Жалко, вот это, конечно, тоже не влияет ни на что, на процесс очистки. В принципе, это такая чисто декоративная процедура, насколько я понимаю. Вот, а кто знает, может быть, на самом деле и влияет. Я просто не в курсе. Так, отлично, поехали. Да, я вижу уже, что килограмм двести для меня уже не проблема тут. Так, ну давай, давай. 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 Слушайте, это здесь килограмм триста наберу, наверное. Так, ну да, даже в этой промывке уже будет килограмм триста. А там еще один маленький, он присоседился сзади. Так, а это что, не хочет вылазить? Ну нормально, 1340 практически. Ну и последнее. Что у нас там? Нет, нету, ну как бы такой вот заметной разницы, да? Которую я ожидал увидеть, что... Ну как бы сказать, как результат того, что я буду копать верхний слой. Правда, я, конечно, зачерпывал периодически и нижние, но... Ну вот видите как. Вполне так себе. Интересно получается. По результату. Наконец-то что-то вменяемое. Не то, что... Прошлые вот... В прошлые разы, да? Когда мы там закапывались, закапывались, эту яму целую выкопали и толком ничего не добыли. Возможно, потому что там самый край был. Сейчас я уже в сторону как бы отодвигаюсь. Но в любом случае... Я рад. Так, килограмм 400. Что ж, это уже, наверное, что-то дозначит. Килограмм 400. Хотя в эквиваленте золота там по объемам, наверное, это не так уж и много. Посмотрим, что нам предложат в плане слитков. Так. Что здесь все? Собрано. Да, вроде с этим я закончил. Так, что у нас там по времени? По времени у нас ночь. А, так. 4 часа. 4 часа утра, да? В принципе, можно... Да, я, наверное, сделаю так. Я сделаю разумно. Чтобы не угробить своего персонажа. Хотя его, наверное, угробить нереально. Я просто тупо пойду до утра посплю. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что у нас там в результате получится. Так, топливо у меня... Да, вот эта канистра здесь. Заведем, наверное, автомобиль. Да. Поеду я туда до кемпинга своего. Вот. И там, наверное, переночуем. А уже утром мы съездим в город. И, собственно, доделаем все, что нужно. Так, ну магнетит, наверное, я не повезу. Потому что магнетитный трейлер там огромный. Его заполнять и заполнять, наверное. Спешить тут особо некуда с ним. Вот. А с золотом надо будет, конечно, посмотреть. Посмотрим, может быть, еще эти, друзья, наши, так сказать... Так, карта, да. Только я не карту хотел включить. Я хотел... Да, свет. Вот дальний свет есть, кстати. Так, отлично. Хотя не знаю, стоит ли оставлять здесь свет включенный. Мало ли, батарея еще там сдохнет. Да, здесь можно менять батарею транспорта. Поэтому, ну нафиг, до утра. Так, поспать до утра. Все, поспали до утра. Так, работников проверим сразу. Потому что, мало ли, этих работников надо проверять. Так, работники. Вот, пожалуйста, видите, не работает. Ну что за дела такие? Так, назначить. Правда, немного, немного он дает. Все, отлично. Я готов ехать в сторону города. Так, ну что ж, давайте тогда, наверное, в городе тогда и встретимся, да? Так, ну вот, подъехал я к человеку, который занимается переплавкой золота. Не знаю, кузнец он, короче, по золоту. Так, у нас килограмм 440. Давайте попробуем, сколько мы сможем слиток забахать. Так, ну, столько, сколько есть, в принципе. Переплавить золото, да. Так, отлично. Огромный у нас слиток. Пойдем, короче говоря, доедем до банка. Попробуем его туда сплавить. К сожалению, конечно, слитки плохая вещь тем, что курс нестабильный. Нестабильный курс. И можем приехать, будет нормальный курс, можем приехать, будет плохой курс. Но сейчас мы это узнаем. Что тут у нас с курсом? Сколько можно залипать на всякую фигню? Так, отлично. А, 600 тысяч. Теперь, да? У нас теперь он стоит 600 тысяч. Чтобы его купить. Арендовать сток. Биржа. Биржа вроде поднимается. У нас цена. Заем. Так, продать. 55 тысяч, то есть. Нехило. Давайте продадим этот слиток. Отлично. Так, сколько у нас этот кредит заплатить? Выплатить, да? Выплатить. Все. Выплатили мы. Можем взять еще. Кстати. А, нет, подождите. Это у нас количество дней. Сколько мы можем взять? Не, ну этого нам не хватит для того, чтобы... Конечно, выкупить участок. Давайте пока не будем его выкупать. Сейчас я... Так. Не то сделал. Заглушил машину. Сейчас я заеду, заправлю транспорт. И заправлю канистры заодно. Потому что с топливом беда просто. Особенно экскаваторное топливо. Его прям катастрофически не хватает в данный момент. Ладно. Получили первую нормальную прибыль. Действительно нормальная прибыль. Кстати, да. Канистр-то можно не вытаскивать. Так, дальше. Рефил работает? Не, рефил не работает. Очень жаль. Очень жаль, потому что было бы удобно, если бы сразу тыкнул в нее и... Перезаправил. Так, а где еще-то одна? А, вот она. Да, я раньше с дуру вытаскивал все канистры зачем-то наружу. Ну так, это... Как бы удобно. Так, все. Не жалей, как говорится, топливо. Надо было в ведра еще налить. И поехали в магазин. Вот в магазине сейчас должно быть интересно, потому что в магазине, возможно, мы сможем прикупить что-то ценное. Хотя... Хотя, возможно, я бы... Подумал насчет покупки... Еще канистр. Ну ладно, сейчас глянем на цены. Что они нам предлагают. Вот он, дорогой магазинчик. Единственный магазин, а значит, действительно дорогой. 6800 у нас топлезаправщик. 300 у нас этот. Трейлер. Большой. Маленький, большой. Это очень интересно. И промывочный... Вернее, волновой стол, так называемый. Да? Ну, я, короче говоря, его заказываю, друзья. Чего уж тут. Деньги появились. И... Как говорится, гуляй и рванина. Так. Минермос. Тромельчейн. Минерсгриль. Это все детали, я так понимаю, да? А вот это вот жалко, что нельзя... Нельзя их еще установить промывочных. Хотя, подождите. А что если... Хокпен памп. Их можно несколько накупить. Тогда, если будет много у нас, грубо говоря, сотрудников, мы можем всем им раздать. Наверное, это так работает, насколько я понимаю. Так, что еще тут купить? Разветвители, провода. Все это у меня есть. Семиметровый крюк. Четырехметровый, пятиметровый. Я бы, конечно, проверил бы это дело, потому что... Попробовать прицепить крюком промывочную станцию было бы неплохо. Батарейки. Вейвтейбл джетс. Интересная штука. Так. Детали. Детали вот какие-то. И вопрос у меня. Нужно мне их сразу-то покупать или нет? Так, давайте еще канистр, наверное, закупим. Хотя нет, канистр не надо, потому что я куплю себе сейчас просто тупо заправщик вот этот вот. Да, вот этот заправщик мы прикупим. Вейвтейбл джетс. Трубки. Ездить-то не охота было бы еще раз сюда, в магаз. Вот в чем беда. Ладно, фиг с ними. Я надеюсь, что мне комплект-то дали первичный. Так, вейвтейбл, мобайл, филтэнк. Заказать. Так, отлично. Да, все, я сделал это наконец-то. Вейвтейбл, кстати, он по-моему... Вейвтейбл тоже к чему-то там подключается. Сейчас мы его поставим. Так, что у него за система? У него, я так понимаю... Так, шланг. Понятно. А эти трубки у него есть, насколько мне кажется, да? Да, вот там показано уже, как он работает, в принципе. И все, да? Нет, у него еще есть питание. Питание при этом... Ладно, разберемся. Я думаю, что с питанием проблем не будет. Так, стол заказали. Теперь мне надо этот, заправщик. Топлезаправщик забрать отсюда. Придется тогда еще разочек съездить. На заправочку-то. Так. Давайте задом сразу сюда. И сколько у нас остается? 42 тысячи. 42 тысячи. Интересная сумма. Варианты здесь какие? Ну, копить, наверное, на участок. Так, подожди. Это не пойдет так. Не тот угол взял. Так, ну-ка. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну что ты там? Подцепишься? О, есть. Наконец-то. О, мой собственный топлезаправщик. Чему, кстати, я очень рад. Потому что... Да, чтоб тебя... Совсем не ту кнопку жму. Потому что с этим топлезаправщиком будет, наверное, попроще заправлять экскаватор все-таки. Ну вот, постепенно, конечно, развиваемся, развиваемся. Брастаем техникой. И это классно. Давай-ка заедем сюда, дружок. Попробуем немножечко не по дороге, но... Ну, в любом случае, норм. Так. Слушай, а он здесь вообще заправляется-то? Ну, сейчас узнаем. Да, здесь. Ну, давай. Ха! Тысяча литров. Все? Заправился? Да. По-моему, заправился. Да, полный. Сто процентов. И заедем тогда еще на рынок. Рынок техники. Потому что мне интересно посмотреть, что же там нового завезли. А вроде как бы в этой версии должно быть что-то новое. Сто процентов. Ну вот, подъезжаем мы к рынку. Пойдем посмотрим. Так. Да. Здесь куча всего. Прикольно. Бурильная машина. Классная вещь. Стоит она тоже классно. 146. Ух ты! Да, это вот из сериала. Этот переделан экскаватор. В погрузочный... 462. Транспортер, короче говоря. Так, 159. Ну, это, конечно, да. Такие цены. Чума. Хотя, вот, пожалуйста, 28 тысяч маленький экскаватор. Так, а что у нас? 68 тысяч бульдозер. Ну, да. Ничего. Ничего такого, что мы можем себе позволить, кроме большого топливного бака. Так, агрессил крик. Шейкер. Шейкер. Плантер. Ну, вот, проблема в том, что есть какие-то даже элементы, а непонятно. Могу я их туда установить, не могу их туда установить. Конвейерная лента. Контейнер. Вроде как бы для чего-то это все нужно, но для чего... Слушайте, я могу только второй экскаватор себе купить. Вот беда. Плохо дело. Ну, ладно, хотя бы кредит отдали, и это уже радует. Так, ну, давайте тогда попробуем, наверное, сейчас доехать до Приска, и там уже заправим экскаватор, и заодно испытаем, наверное, может быть, стол. Ну, вот, подъезжаю я уже к месту добычи. Так, и сейчас надо понять, как мне нужно припарковать этот трейлер с топливом, чтобы удобно было им заправлять. Вопрос. Так, ну, кстати... А, возможно, мне, кстати, и канистры-то особо не нужны будут. Я, наверное, с этого трейлера смогу все заправить. Так, ну куда ты поехал-то? Давай-ка. Так, аккуратненько, аккуратненько. Надо подъехать сюда куда-нибудь, наверное. А, ну да, отсюда я уже, в принципе, все могу обслуживать. Окей, значит, мы достаем наш стол промывочный. Поставлю я его... Так, свет у нас тут есть? Есть. Стол. Ну ты чё, как этот валенок. Так, хорошо, теперь давайте запаркуем наш трейлер с топливом. Так, а где у нас заправочный пистолет? Что-то я вот не вижу его. Есть он ли вообще-то тут? А, вот он. Так, ну хорошо. Дотянется до экскаватора-то. О, другое дело, действительно. Слушайте, как-то он перекинулся так. Отлично, просто по воздуху. Что-то он исчезает, но не важно. Да, перезаправка пошла. Полный бак. Ну, можно, в принципе, его и бросить. Да, смотрите, всё перезаправляется. Вполне себе все эти... Все эти резервуары. Все баки. Отлично. Самого себя, что ли, можно заправить? Смеётесь? Не, ну это забавно. Самого себя, к счастью, заправить не получается. Так. Ну что ж, надо разобраться со столом. Стол у нас, я так понимаю... А, ёлки-палки, тут нужен этот... Тут... А, секундочку. А мне, наверное, и не нужно теперь ведро-то. То есть, вернее, лоток мне не нужен. Сейчас мы попробуем. Так. Да, у меня здесь подключается шланг-1. Вполне себе адекватно. И, по идее, здесь ещё свет подключается. Да, какой-то ток подключается сюда. Так, вопрос. Вопрос какой? Ладно, отключим вот этот вот. Нет, не этот. Судя по всему... А что тогда? Тогда, может быть, вот этот вот? Да, вот этот вот. Ну, значит, надо нам сходить... Сходить нужно до склада и взять со склада ещё один кабель электрический. Так, сейчас я сбегаю быстро и вернусь. Так. Удивительно, но факт. Но я что-то не вижу у меня запасного электрического кабеля. И это очень странно. У меня есть толстый электрический кабель. А вот тонкого я что-то совсем не вижу. И это очень неприятно осознавать, что у меня не хватает одного кабеля тонкого. Так, ладно, сейчас я попробую поискать. Может быть, где-то я его... Где-то он у меня валяется. Может быть, в грузовике есть. Так что возвращаемся обратно тогда. Так, друзья. Ну что ж, я думаю, придётся тогда пожертвовать, может быть, одним светильником. Так, сейчас я гляну. Вот этот светильник, в принципе, хороший, наверное. Да, вот этот хороший светильник. Так, а может быть, мне как-то его расположить таким образом, чтобы... Ладно, попробую... Ээээ, ты куда упал-то? Хороший светильник, а падает как будто пьяный. Ладно, поставлю его пока здесь. Нет, он что-то не хочет. То... Определённо... В чём дело-то? Так, видимо, здесь важно... Да, важно, как вы его ставите. Да, вот. Ладно, заберу у него пока. Не буду его убирать отсюда. Просто заберу кабель, который к нему был подключен. Ах, не стой под стрелой. Опасно проходить, конечно, под стрелой. Но что делать? Сейчас смотаю этот кабель. О, я на него ещё и наехал гусеницей. Траками. Так, ладно, попробуем стол всё-таки промывочный. Включаю генератор. Так, включаем мотопомбу. И сейчас я, наверное, быстренько промою одну партию. И мы посмотрим, как работает этот стол. Потому что я, честно говоря, не знаю, как он работает. А, его же надо ещё включить, наверное, да? Ага, вот он. Да, всё отлично. Потом, конечно, стоит так криво. Но мне кажется, это, наверное, не очень сильно влияет на... То, что он может. Вот, поэтому... Попробуем, в общем. Ну что ж, давайте тогда вернусь чуть попозже. Так, а что у нас? Что-то он... Ёлки-палки. Только не это. Так, вылази давай отсюда. Чёрт побери, он застрял. Вот это я... Вот это я зря сделал, конечно. А нет, всё нормально. Отлип. Да, вернёмся чуть позже, потому что мне надо небольшую партию хотя бы накопать. Так, ну вот. У нас и пришёл... Сто процентная... Сто процентная загрузка пришла. В наше ведро. Поэтому пойдём скорее посмотрим, что же там принесла... Принесёт нам эта промывка. Так, отключаем машину. Так, давай ты, подойди ты. Прям тяжело ему подойти. Ага, ну здесь, я так понимаю, сначала мы в данном алгоритме теперь используем... Так же наш сепаратор. Магнетитный. Вероятнее всего, да. Только теперь, наверное, мы возьмём золото отсюда и понесём его вот сюда сразу. Так, да, я теперь сейчас, наверное, включу. Так. Стол пошёл действовать. Так, золото у нас вот. Это можно выключить. Так, выключаем. Чтоб меньше шумело. Вот, и здесь у нас горит ведёрко. Высыпаем сюда. А, и... А, во-во-во. И смотрите, золото прям сыпется нам это... На счёт, грубо говоря. Отлично. А сколько раз-то? А, всё, ведро... Ведро полное. Ну и всё, оно промывается само по себе. Слушайте, ну это, конечно, намного удобнее, чем было с лотком. Смотрите, продолжает, продолжает сыпаться. И, возможно... А, всё. Нам написали, что... Это вибростол. Этот, так называемый, закончил промывку. Ну что я могу сказать? Прикольно, друзья. Прикольно работать с вибростолом. Что ж, давайте на этом, наверное, подведём временный, как бы, итог. В этой серии я заработал приличное количество килограмм 400 в первый раз. И ещё где-то около 400 грамм во второй. Купил трейлер с топливом. Заполнил его. И ещё вибростол купил, который тоже мне отлично промывает теперь золото. И без помощи лотка вообще. Поэтому лоток и, собственно, корыто наше мы можем спокойно отвезти на склад. И больше им на данном этапе пока не пользоваться. Я не знаю, для чего оно ещё может нам понадобиться. Но со столом и, грубо говоря, лотком. Вернее, с этим столом. Нам не нужен лоток и корыто. Что ж, давайте, может быть, ещё... Нет, ладно. Магнетит мы в следующей серии, друзья, с вами сольём вот сюда. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Заходите ещё. Будет продолжение. А с вами был Григорий и игра Goldrush The Game. Золотая лихорадка. До новых встреч. И пока.